Армения вслед за Украиной получит от Фрации самоходные гаубицы Цезарь. Контракт подписан во время визита главы Миноморода Армении Попекяна в Париж. Он там встретился с Ле Корню, и Ле Корню назвал эту встречу теплой и продуктивной. Как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать подобные действия французских властей? Почему они с такой настойчивостью вооружают Украину, теперь Армению? Потому что это, с одной стороны, часть политики Парижа, быть везде и при этом не нести никакой ответственности. Если бы они хотели ответственно относиться к урегулированию конфликтов, у них было миллион возможностей, одна из них – те же самые минские договоренности. Потом мы узнали, что это была лишь ширма, истинные проявления были в другом, безоговорочная поддержка киевского режима на антироссийском треке, а на самом деле все эти мирные договоренности, минские договоренности Париж не интересовали. Это прямая цитата из Оланда, вот он так это и сформулировал. Сказал это вслед за Ангелой Меркель, которая то же самое сказала Германия. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, если говорить уже о регионе Кавказа, мы прекрасно понимаем, что есть мирный план, пошаговый буквально, дорожная карта для нормализации ситуации там, для открытия возможности экономического гуманитарного плана, для построения логистики транспортной с целью взаимной взаимной кооперации. И все это уложено в соответствующие договоренности, которые достигнуты были между Баку, Ереваном и Москвой. Москвой в виде посредника, честного, открытого, рассматривающего обе стороны как близкие государства и народы. И сам, будучи заинтересованной стороной, в том числе в тех бонусах, которые мир и стабильность принесут и нам, как государству. И это вызывает дикую ревность и озлобленность у Запада, который посчитал этой зоной своих интересов, и не сумев добиться никаких подвижек на треки мирного урегулирования, просто, на мой взгляд, готовит дело к очередному, так сказать, вот этому хаосу, к политике хаоса. И, возможно, будет рассматривать это как реванш за те миролюбивые усилия, которые приложила Россия, которые дали конкретные результаты и наметили путь к выходу из многолетнего, ну, давайте скажем, тупика. Ведь найден был путь, найдены были развязки, нужно было просто реализовать то, о чем договорились. Но, как вы понимаете, наверное, как и у человека, знаете, есть такое выражение, на каждом плече сидит один советчик и другой советчик. Один советует что-то хорошее, второй советует что-то плохое. Вот, мне кажется, сейчас те, кто подбрасывает в регион такие предложения, как это делает Париж и совершает такие поступки, которые совершает Париж, как раз плохой советчик, который ведет дело к беде. Мы слышим откровенно риторику, откровенную не с точки зрения нацеленности на мирное урегулирование, а именно с точки зрения разжигания конфликтного потенциала заново. И это все говорят официальные лица Франции. И самое печальное в этой ситуации, что они не будут нести никакой ответственности. Страдать опять будут люди, которые вынуждены будут участвовать в разгребании завалов очередного конфликта, которые в очередной раз будут кинуты в топку чьих-то амбиций и чужих интересов. Как это, к сожалению, бывало неоднократно. Еще раз, на столе есть все договоренности, заключенные в 2020-2022 году, где искренне желая мира стороны договоренности. Мы исходили из этого, так звучало в заявлениях, что все искренне хотят мира и стабильности в регионе. Вот это и есть дорога, которой стоит идти. Я еще хочу сказать, вновь повторить, что Париж руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей. Я, хотите, проведу вам доказательства. В мире было немало стран, в частности, бывших французских колоний, которые сопряжены были с Францией такими очень тесными узами по-разному. Совместные проекты, совместный бизнес, уже была совместная история. И даже их Париж кидал неоднократно. Посмотрите на Африканский континент, посмотрите на Новую Каледонию, на Мали. Примеров огромное количество. Да, я понимаю прекрасно большую диаспору, которая проживает в Париже людей, связанных с Арменией. Но это не будет никакой гарантии от той политики разрушительной, которую Париж проводит в других точках мира и будет проводить в этом регионе тоже. К сожалению, хочется ошибиться, но, увы, перспективы отнюдь не радужные, если Париж всё-таки станет той самой силой, которая отвернёт Ереван от реального урегулирования в пользу очередной авантюры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова